МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова и коротко о главном. Электронная связь не вытеснила старый и добрый способ отправки писем о будних работниках почты. Рассказываем сегодня в выпуске. У меня слов выносит благодарность. Я очень рада и счастлива. Взгляни на себя в платке. Акция под таким названием прошла в Буйнакске. 20 партий одновременно. Анатолий Карпов сыграл с воспитанниками шахматной школы в столице. На берег озера Байкал в Бурятию отправятся 20 дагестанских школьников. Это дети сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга. Напутствуя детям перед дорогой, глава ведомства Абдурашид Магомедов пожелал им набраться здоровья и силы, и приехать с новыми впечатлениями. Также он выразил признательность за приглашение коллегам из Бурятии. Три недели продлятся каникулы в оздоровительном лагере Байкальские волны. Набирайтесь здоровья, набирайтесь сил, дружитесь с новыми людьми. И я думаю, вы потом с новыми силами придете и будете работать, чтобы закончить школы и прийти работать в МВД по республике Дагестан. Я думаю, что дело ваших великих отцов надо продолжить. После торжественной части собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам МВД. Миллионы людей, несмотря на наличие электронной связи и других способов доставки, пользуются их услугами. Речь идет о работниках почты, чей профессиональный праздник в России отметят в это воскресенье. О непростой работе, требующей выносливости и выдержки в сюжете Луизы Раджабовой. Рабочий день Казанцевой Светланы, почтальона первокласса, начинается в 7 утра. Опаздывать она не привыкла, спешит на работу и сразу за дело – разобрать корреспонденцию. Вот уже 38 лет у Светланы на хозяйстве около 30 многоэтажных домов. И это не считая частного сектора. С большим трудом мы каждый экземпляр газеты, журнала, мы очень с большим трудом просим людей, чтобы они выписали с каждым года меньше подписки. И хочется, как приходит почта, сразу хочется доставить, чтобы клиент был доволен, чтобы он, не дай бог, на следующие полугодия, чтобы он отказался. Для нас это просто, конечно, плохо. За последнее время жизнь почты изменилась. Газет и частной переписки стало значительно меньше. В основном штрафы, уведомления из налоговой или из пенсионного фонда. Все это почтальон старается вручить адресату прямо в руки. Очень хороший работник, мы ее любим и уважаем. Всегда, все вовремя. Минусы профессии связаны с непогодой. Приходится работать и в снег, и в дождь. Порой почтальоны сталкиваются и с другими трудностями. Ну, бывает так, вот идешь, что-то смотришь. Я недавно тоже шла, ветер был такой сильный, шла, письмо смотрела. Человеку не могла два дня вручить, думаю, письмо надо вручить вот это. И не обратила внимания, оступила себе, колено разбила себе два месяца. Ходила на работу, хромала, больничный не брала. В мир писем, марок и посылок Саиду привела мама, тоже почтальон. Помимо них в профессии еще младшая сестра. Несмотря на свой юный возраст, за семь лет работы Саида показала стойкий характер. Есть и профессиональные атрибуты, которые помогают ей в работе. Нам выдаются баллончики газовые и отпугивающие, например, для собак. У меня был такой случай, чтобы с собаками меня чуть-чуть покусала, но избежала этого момента. Пресса, письма, посылки из Китая. Именно с ними чаще имеет дело современный почтальон. Все раскладывается по участкам, после можно отправляться в путь. Век интернета, говорят, профессия почтальона исчезнет, с чем наши героини не согласны. Они продолжают радовать своим приходом тех, кто их ждет со знакомой сумкой за плечом. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости 24, Махачкала. Взгляни на себя в платке. Акция под таким названием прошла в Буйнакске. Ее организатором выступил телеканал ННТ. Более 300 девушек на центральной площади смогли оценить себя в новом образе. Эмоции при этом были совершенно разные. Хадижа Курбанова расскажет подробнее. Это скромно, это красиво. Это очень красиво. Мне очень нравится. Примерить платок многие собравшихся решили впервые. Большая часть прекрасного пола в миг собралась в единую очередь. Остальные с любопытством наблюдают за происходящим. Оценить себя в новом образе желали все, как взрослые женщины, так и юные девочки. Мне очень понравилось. Как-то пострела на саму, на себя, но как-то обрадовалась внутри. Скажи, пожалуйста, будешь носить платок? Отныне буду. Понравилось, чтобы мне не слух выносит благодарность. Я очень рада и счастлива. Порядок акции таков. Участница выбирает платок, стилисты от магазина «Женская одежда» и «Салат» его повязывают. И только потом девушкам показывают зеркало, прикрытое ранее плотной тканью. В случае, если участница акции обязуется носить платок в дальнейшем, магазин «Женская одежда» оставляет его девушке в качестве подарка. Ты вообще одеваешь платок обычно? Ну, обычно нет, но я в мечеть иду, там одеваю. Молодец, ты еще в мечеть ходишь? Ма-шалла. Как приятно, да? Ну, как тебе вообще понравилось? Да, красиво. Оставляешь себе этот образ? Ну, я не знаю, но платок носить буду, а хотя бы еще не буду. Молодец, давайте поаплодируем. Первый шаг, как говорится, сделан. В мероприятии также участвовали волонтеры от образовательного центра «Гидаяд». На акцию, которая проводится в республике Ужени, впервые телеканалом ННТ были приглашены сотрудники отдела просвещения города Буинакск, которые высоко оценили уровень проведения мероприятия. Как мы видели, в Махачкале проходила подобного рода акция в парках Махачкалы. Очень важная акция именно для женского пола, по той причине, что многие думают, что платок – это некрасиво. И мы хотели просто предложить девушкам взглянуть на себя в платке, оценить себя. Участниц собиралось все больше. Желающих не убавлялось, даже несмотря на неожиданно нахлынувший дождь. Теплоту и радость атмосферей прибавляло пение нашидов от лучших исполнителей республики. Организаторы не ограничились мастер-классом по завязыванию платка. Тут же для очаровательных девушек подготовлена фотозона, где каждая смогла получить фотосессию от профессионального фотографа. А на площадке рядом все желающие смогли украсить себя росписью хной. Кадижа Крубанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Буйнакск. Значимое и долгожданное для студенчества событие вручение дипломов состоялось в Дагестанском гуманитарном институте. В этом году заветные корочки получили 142 студента. Из них около 40 дипломов с отличием. Разделить радость уже бывших студентов пришли представители вуза, государственных органов, духовенства, студенты и родители. Каждый из них выступил с теплыми пожеланиями в адрес выпускников, выразил свои слова на путствие. И в завершение к новостям спортивным. В Дагестан с двухдневным визитом приехал известный шахматист Анатолий Карпов. График пребывания в республике многократного чемпиона мира насыщенный. Уже прошли встречи с руководством региона и столицы. Также гроссмейстер посетил муниципальный дом шахмат 15 лет назад, названный в его честь. Здесь Карпов провел сеанс одновременной игры с воспитанниками спортшколы. Подробности Курбана Рагимова. Сыграть с выдающимся гроссмейстером Магомед даже не мечтал. Пять лет назад в школу шахмат его привела бабушка. Связать судьбу с этим видом спорта он решил сразу. За это время юноша уже добился высоких результатов. Последняя победа одержана на престижном турнире в Москве. Мне здесь нравится то, что ты концентрируешь свое внимание на доске, сосредотачиваешься, учишься концентрироваться, терпение. То есть вырабатываются эти качества? Да. А эти качества тебе в жизни? Да, нужны, выдержка нужна. Там, например, есть какой-то момент волнительный. Ты можешь там сдержаться или подождать, когда надо. Один против двадцати сеанс одновременной игры проводит сам Анатолий Карпов. За столами сидят как юные дарования, так и взрослые, уже маститы и шахматисты. За три часа игры баталии в партиях развивались по-разному, но одно известно точно – каждый из участников эту встречу занесет себе в актив. Махачкалинскому дому шахмат ровно 15 лет. На его базе открыта спортшкола имени Анатолия Карпова. Все успехи шахматистов напрямую связаны с Джакаем Джакаевым. Дагестанский гроссмейстер работает здесь со дня основания. В прошлом году возглавил Федерацию шахмат. Приезд живой легенды, считает Джакаев, придаст новый импульс развитию этого вида спорта. Увеличился тренерский состав, то есть школа стала больше. На сегодняшний день в школе занимается порядка 500 человек. Поэтому возникла такая идея, поскольку шахматы развиваются стремительно в городе и в республике Дагестан в целом, возникла идея пригласить Анатолия Евгеньевича на наш юбилей 15-летний, чтобы как бы сверить часы и оценить те результаты и итоги работы, такой работы совместной за 15 лет. Для нас это историческое событие, потому что я прекрасно помню 26 мая 2004 года, когда Анатолий Евгеньевич приезжал сюда по приглашению Гамзата Магомедовича Гамзатова. О личности Гамзата Гамзатова, а также о его вкладе в развитие шахмат и спорта в целом, говорили на открытии в честь него мемориальной доски. Энергетиками сената и общественника теплыми словами вспоминали мэр Махачкалы Салман Дадаев, представители Минспорта и столичного спорткомитета. История знакомства Анатолия Карпова с Гамзатовым началась с телефонного звонка, рассказывает шахматист. Познакомились по телефону, он говорит, знаете, вот такое случилось в моей жизни, что в прошлом году я играл в партию с мальчиком, и вдруг он меня обыграл. Я понял, что в Дагестане есть таланты шахматные. И тогда я задумал и решил построить дом шахмат и подарить его Дагестану. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкалал. Это была последняя информация в этом выпуске. Удачных вам выходных, всех благ и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова